Анапский округ – самый крупный из сельских территорий. Численность его населения – около 25 тысяч человек. Самое посещаемое и любимое место всех селян – это парк 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно здесь запланирована работа, которая полностью изменит образ центра станицы Анапская. Решение возобновить парк и сделать реконструкцию – это будет еще один плюс для нашей станицы в связи с тем, что у нас будет строиться стадион ФИФА, будут проходить соревнования, стадион будет современный, и чтобы сочетать эти все архитектурные сооружения. Специально для разработки проекта из Краснодара приехал архитектор. Вместе с комиссией, в состав которой вошли сельская администрация, общественники, депутаты Анапского округа, приглашенный специалист посетил место будущего благоустройства. Здесь почти на двух с половиной гектарах планируется провести основные работы. На предполагаемом объекте благоустройства появятся спортивные площадки, будет проведена реконструкция мемориала воинской славы. Восстановлен фонтан. Это уникальная возможность получить опыт работы именно в приморских городах, потому что это особые объекты. Здесь нужно учесть не только пожелания жителей города, но еще и учесть близость моря, близость прибрежной зоны и сформировать в едином стиле архитектурный облик. В летом этого года я была участником форума «Единой России», который проходил в городе Краснодар и был посвящен как раз формированию единой городской среды. И была тема как раз парки малых городов. И как раз для меня это уникальная возможность воплотить опыт, который я получила на этом форуме. Согласно плану реализации проекта, архитектор должен проработать и представить эскиз проекта. На работу уйдет порядка полутора месяцев. А уже 18 марта жители города смогут проголосовать за понравившиеся эскизы всех участников программы. Руслан Душевский, Анапа. Регион